ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных Твоих сил. Пребудь с нами и в этот воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 1 стих. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, толкованием. Слово опять показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня, но другим образом я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас. Что, впрочем, имеют одну и ту же силу, ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами. Но для них было удобовыносимее. Вопросы? Ну, на сегодняшний день давайте примерим, кого я, когда последний раз огорчал? Задайте себе вопрос. Или кто последний раз, когда меня огорчал? Огорчался ли я? Не смог ли я не огорчиться, если меня обличали? Обличение приносит огорчение. Тут прямо говорит. Павел говорит, не хотел огорчать вас, не в том смысле, что он не хотел их наставлять. Надеялся, что они исправятся, прежде чем он придет. Понятна мысль? Вот. Так, нет вопросов? Давайте продолжаем тогда. Второй коринфянам 2.2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Толкование. Хотя я огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас. Но благодаря этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и упреки производят в вас скорбь. Ибо никто так не радует меня, как скорбящий так при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. Но у нас так принято в православной церкви, что если батюшка добрый, экономист, то есть экономия снисхождение, он хороший батюшка. А если строгий, ну, то к такому и не пойдут лишний раз на исповедь, то еще и пятимью наложат. А сегодня на благовестии мне женщина встретилась там, наоборот, хвалила в Никольском отец Валентин. Такой строгий, прям все-все-все выпросит, выспросит у меня еще и прям... Ей понравилась вот эта строгость. Женщина одна знает про нас, как бы... Она сразу первый вопрос задала, говорит, вы лапкинцы? Я говорю, да. А почему, говорит, моя подруга вас так ненавидит? Я говорю, ну, вы у нее есть просить, я говорю, я откуда знаю. Я тоже так думаю, бесплатно Евангелие раздаете, вы же, наверное, покупаете их же, не так они вам. Я говорю, ну, всякое бывает. Вот, я говорю, ну, поговорили так хорошо. И вот ей вот это негодование нравится. И дай бог бы таких батюшек побольше, строгих-то. Чтобы и пятимью накладывали, а чтобы было исправление. А нет наказания, нет воспитания. Я вам как профессиональный дрессировщик говорю. Вот. И у Игнатия Тихоновича есть стихотворение. Господь дрессирует меня постоянно. Мне нравится эта строчка. И действительно так. Он нас дрессирует и исправляет, чтобы мы по первому требованию его волю выполняли. Смысл дрессировки-то такой. Сегодня даже и смысла дрессировки не понимают. Смысла хождения в храм люди не понимают. Для чего они ходят туда? Сегодня мы сейчас вот с братом Виктором, семинаристом, столовались у моей мамы. Она ему вопрос задает. А можно мне собороваться? Виктор ей отвечает. Ну, согласно Евангелия, не надо. Она говорит, ну да, вот я вот Сережу слушаю, я вот ни разу еще не соборовалась. А все у нас собороваются, все, как каждый там, каждый, ну, в удобном случае все идут. Он потом говорит, а можно я тебе буду звонить, Витя, вопросы задавать, духовные. Ну, Витя, можно, говорю, вот ты уже еще не успел семинарию окончить, у тебя уже пас, поговорю. Уже в очередь, говорю, записывается на вопросы. Посмеяюсь, так все. Сергей, можно аналогично привести случай? Можно, давай. Помнишь, мы с тобой на благовестие ездили, вот с Игнатьевичем, вернее, на город Осинники-то, где храм-то шикарный такой был сделан. Ну вот я там снимал на видео, вы там беседовали с батюшкой, приглашали еще на занятия, он тогда отказался. Я, говорит, посмотрел на Игнатьевича глаза, говорит, и все понял, говорит, что вот, куда вы меня зовете. Вот, а я в этот момент вышел и снимал еще, вот, прямо скрицался шоу от этого храма, смотрю, стоят, снимаю такое, смотрю, стоят две девчонки, 13-летние всего, я потом узнал, сколько им возраст. И между собой рассуждают, обе такие в шортиках, и одна, говорит, пойдем в храм, а вторая, да как мы пойдем, мы, говорит, так одеты с тобой, говорит, что неприлично. Да ты что, вон, говорит, идут женщины, говорит, пойдем, что ты, пойдем, вторая, нет, я не пойду. Ну, я подошел к ним и начал им благовествовать, то есть рассказывать им, когда рассказал о Христе, послою Божьем, как надо вообще вести себя в церковь, в какой одежде заходить благочестивой. И вот одна из них стоит такая, а вы здесь служите? Я говорю, нет, я не служу, я простой мирянин. А можно, говорит, к вам, говорит, ходить на ваше, говорит, богослужение, где вы, говорит, находитесь? То есть, вот, у меня уже тоже две прихожанки готовы были бы, как-то интересовались. Но, слово Божье, она живодействована же, души трогает людей. Вот так вот. Да, брат Игорь Бушков. Да, Володя, после твоего рассказа, вот именно тронуло, я думаю, что вот этих вот молодых девушек, то, что ты стал им подробно объяснять, потому что подробное объяснение, оно открывает людям, ну, разум, что ли, свет, понимание. А там, где этого не делается, это человек находится во тьме духовного. Поэтому они так и откликнуты сразу на твое благовестие, в возвещении к им. Почему Господь говорит, идите, научите все народы, потом их крестья во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто будет веровать и креститься спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Покажи, кто говорит это. Это Глушков Игорь. Вот он, я. Так сядь рядом, что тут прятался? Хорошо. Ну все, я закончил. Давай, Сергей, не тяни. Вперед. Третий стих, 2 Коринфянам 2 глава. Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Толкование. Для того написал я теперь к вам, чтобы вы исправились и чтобы, застав вас неисправившимися, не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне случаи к радостям. Написал, говорит, надеясь, что вы исправитесь и тем обрадуете меня. Моя же радость, радость для всех вас. И сказал я, дабы, придя, не иметь огорчения, потому что имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то будете радоваться. А если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть. 2 Коринфянам 2.4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Толкование. 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 И потому писал я, подобно отцу и одновременно врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит, и от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению, но с другой стороны и радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Так говорит и я, оскорбляя вас согрешающих, скорблю, но с другой стороны и радуюсь, когда вы скорбите Ибо имею надежду на ваше исправление Не чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но чтобы исправить Однако не говорит сего, а услаждает речь, желая привлечь их уверением, что он любит их более, нежели других учеников И что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гнигу Ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях И спешу делать вам выговоры и тем огорчать вас Если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания Ну и вот читаешь, вспоминаешь случай, Игнать Тихонович с женщиной разговаривает, а другая подходит Ну что ты ее ругаешь? С чего ты взяла, что я ее ругаю? Сестры, да, верующие И действительно, когда нас наставляют, выговаривают, указывают нам на наши грехи Кому-то может показаться, что нас ругают, огорчают Некоторые, скажем, еще и судят За собой смотри-то Поэтому огорчаться и обижаться на человека, который проявляет тебе любовь, заботу Это дело антихристианское, нехристианское Святый Златоуст, по-моему, сказал Если даже и несправедливо обличили тебя Поцелуй за намерение Поблагодари его за то, что он пожелал тебя исправить Хотя ты этого и не делал, может быть А может быть и делал, когда-то бы забыл Бывает и такое Уже ты этот грех давно оставил А тебе напоминает о нем Да и поблагодари Вопросы? Знаете, Тихонович, вам слово Дело в том, что если у человека есть вера То он представляет, где он живет и чем это все заканчивается Все-то идет отсюда, что потеря понятия смысла жизни Если главное, чтобы спастись И эта жизнь всего лишь мгновение Мгновение, один раз мигнуть глазами Пар, появляющийся на малое время, исчезающий Так какой разговор-то? Ты, говорит, найди такого наставника Строже которого нет во всей вселенной Вот какой совет дают Иоанну Златоусту говорили Ты не проповедуешь, а только ругаешься и ругаешься Но Иоанну Златоусту говорили Кто говорил-то? Не в воды имени даже не знаем Он потому и говорил И буду говорить Иеремий, Бог сказал, будут они отсушать Или не будут, а ты говори Они против тебя будут как вихрь Как огонь попаляющий А тебя я сделаю скалой И они ничего не сделают Почему? Бог поставил такую зависимость друг от друга Мне не надо объяснять Люблю я, не люблю тебя Я вижу, что неправильно Я тебе подсказываю Ты видишь, он согрешает грехом к смерти Почему не говоришь? Из Икииля 3.18.20 Он погибнет Но ты-то был рядом, ты видел? Почему не подсказал? Ну как-то обижаются Ну ты видел или нет? Вопрос Видел А что я, сторож брату моему? Это слова Каина, убийцы И он погиб Его кровь я взыщу с тебя, Бог говорит Я тебе дал глаза, знания закона Почему ты молчал? Иеремий начал говорить Я молод, молод, не могу Бог говорит, иди и говори, не малодушицуй Чтоб я не поразил тебя Я избрал тебя и убью тебя За то, что ты молчишь А сегодня целует в головку Ой, боголюбивая алтайская паства А тут на 90% на букву Б женщины стоят Абортницы Мужчины-то бакоры Казнокрады Прелюбодеи Пьяницы-матершинники Какая боголюбивая-то паства-то Ты вглянь Исповедуешь-то Ты маленько-то растряси человека Что в нем есть А почему такой тогда народ Потому что вы очищены через слово А слово-то не дали И человек в храме побыл, ушел И все Вот сегодня мне скидывают Это в интернете На меня вышли И говорят Вот послушайте Головина Владимира Священника из города Болгар Ну, правда, он много говорит Я посмотрел ролик Три с половиной часа почти Сидят семинаристы В Иридского монастыря приехали И вопрос задают о миссионерстве Где? В патриархии Он говорит О, миссионерских отделов много Писать умеют И пишут отчеты Как они работают И показывают Вот так, говорит А потом, говорит В епархии складывают Уже вот так, говорит Дел-то А потом, говорит В патриархии-то идет И руки вот так раскинул Говорит, вот так Постоял маленько А на деле-то ничего и нет этого Какое Какое миссионерство Когда ничего нет Вы думали, проехали там В вагоне где-то разговаривать О том миссионерство Ну, настолько А мне скинули Сказать, послушайте Что он говорит Как будто он с нами На наших занятиях был Он даже Обо мне как-то тут Недавно говорил Ну, очень так Это возвышенно Я даже не достоин этого Я-то его и не знаю И не встречался Бог показывает Мы долбим и долбим В одно место Миссионерские отделы Это от лукавого Их нельзя составить Можно благотворительные Благовестнические Крестные ходы Собирают На паломничество Но миссионерский отдел Не собирается Христос 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 Отправлял Только по два Что непонятно-то Но если он не избрал С двенадцати апостолов Ни одной женщины Откуда у протестантов Женщины Священники Епископы Семьдесят Епископов Это апостолов Избрал Потом И опять по два По два По два Кирилл и Мефодий Приходят Уже век-то какой Там Восьмой И опять Двое только А почему Закон такой Они поддерживают Молитвой друг друга И слушают Что Дух Божий скажет А остальные Могут только помогать Сопровождать Люди даже этого Не понимают Миссионерские отделы Нельзя составить Нельзя Это обман Ничего кроме обмана нет Миссионер ведется Не патриархом Не священником А Духом Святым Патриархия сейчас сказала Ты, миссионер Ткнула кнопку Все, вылетел Никуда не пойдешь Миссионера нельзя Выключить из работы Его выключает Только Дух Святой Мы предприняли Идти в миссию И Дух воспрепятствовал Ничего не понятно Не высшестоящий начальник Не Ирод воспрепятствовал Дух Святой А как это Ну что тебе рассказывать Когда ты мертвый В вино не вливается Новые старые мехи Дальше второй раз Решили пойти По-человечески Ну, видят Путь свободен И снова Дух Святой Воспрепятствовал Я говорю Объясните эти слова Почему не архиерей запретил И нигде больше Это не говорится Что Дух Святой Воспрепятствовал Это миссионерский отдел Им управляет Сам Дух Святой Они ничего не понимают Почему златоуст Говорит Задача миссии Возвестить И обратить Обращающую благодать И для этого Нужны тысячи талантов Не сто Не тысячи А тысячи Во множественном числе А для того Чтобы крестить человека Ну, быть благовестником Ни одного таланта Говорит, не надо Ни одного Достаточно только быть Рукоположным священником И крестить Троекратное полное погружение Они даже этого не делают И вот отец Владимир Головин И говорит Никакого Миссионерства нету Постоял маленько Это обман Все А вот такие пачки Вепархии Патриархии Говорит, отсылают Отчеты писать научились Вот абсолютно Правильный ответ Не знаю Может быть Где-то слушал нас Но мне иногда говорят Что они от вас берут Или что Да почему Бог-то Дух-то святой один В другой раз выступает Андрей Кураев Говорит Да он что От вас что брал У него книги мои есть Это одно А во-вторых Ничего я не знаю Я вижу Правильно говорит И я молюсь Вот ответ Мы для того Собираемся Чтобы проникнуться Благодатью Духа Святого И которые Клевещут Там Поносят Это все награда Благовестник это знает И он бьется за благовестие Когда мешают благовестию Миссионерским работам Он смело выступает Против сатаны Не против власти Не против президента Против сатаны 16 глава Деяния апостолов Читайте Но результат такой Ну все Спрятали Замолкли Ни слова не скажут Все В темнице В оковы заковали И ночью Бог разбивает Все оковы Тюрьма Распахнулась И уже смерть Грозить не апостолам А начальнику тюрьмы Сатана туда Перекинулся Но и тут Его Бог Спасает Вот что такое Миссия Миссия Это Огненный Проходит Как смерть Разрезая Все Они этого Не знают И вот отец Владимир Головин Об этом и сказал Далее Второй Каинфином 2.5 Если же кто Огорчил То не меня Огорчил Но частью Чтобы не сказать Много И всех вас Хочет Толкование Хочет Через это Утвердить Любовь К впадшему В благодеянии О котором писал В первом послании Ибо по приказанию Павла Они Все Отвратились От него Как внушающего Омерзения И так Чтобы опять Приказанием Противоположного То есть Принять его И оказать ему Расположение Не соблазнились О Павле Как о непостоянном Весьма Благоразумно Предлагает Слово И делает их Участниками В прощении Говоря Как он Опечалил Всех нас Вообще Так все Вообще Должны Радоваться О прощении О прощении Ибо Не меня Только Говорит Опечалил Он Но и Всех Вас Счастью То есть Поразил Малой Некоторой Скорбью Не скажу Чтобы Совершенно Опечалил И вас Равно Как и Меня Но все Тоже Чтобы Не Отягчать Его Впавшего Блудодеяния Счастью Говорю Опечалил Он Вас Сережа Я хочу Спросить Объясни Почему Блудодеяние Считается Смертным Грехом Никого Никто Не огорчает Делает Это По Расположению Даже Можно Сказать По Некой Любви И Почему Такое Отвращение К этому Человеку Как К мерзости Какой Он Не украл Не ругался Не оскорбил Ничего Не отнял Как После войны Мужиков Не было У нас Полдеревни Илья вернулся Здоровый Крепкий Мужик Полдеревни Ильичи Ну Ему Еще Сказать Так Сейчас Для государства Какую пользу Сделал Растут Ребята Пойдут В армию И Главное Рожаются Почти Все Парни Я Как Государственный Должен За что Его судить Он Пользу Государству Приносит Жена У него Никогда С ним Не ругалась Она знает Он такой Есть Вот вопрос Если бы Он отнял У кого-то Поносил Где-то Подсиживал Безобразничал Ничего Этого Нету Он Не пьет Ни здоровье Своё Не портит Не курит Почему Столь Строгое Взыскание Никакой Блудник Прелюбодей Царствия Божия Не войдет Почему Бог Так Зыскивает За это А у Мусульман Четыре Жены То есть По христианским Мерам Это Религия Разврата По другому Нельзя Назвать Никак По нашим Мертвым По христианским Какие Четыре Когда Даже Четвертый Раз При Мертвых Женах Уже Нет Женитьбы Три Раза Еще Церковь Венчает А Четвертый Уже Не будет Венчать Это Рассверепевшее Вот вопрос Попытайтесь Ответить Почему Бог Взыскивает Так За Половое Общение С другим Полом Я не говорю Там уже Ложество Какое-то Нормально По согласию По любви Исключается Из церкви И Вычеркивается С книги Жизни И идет На вечное Мучение В ад За что Ну ладно Это на будущее Ты говори Давай вперед Иди Я просто задал вопрос Тут думать некогда Особенно Тех Которые Знают О чем Я говорю У них Опыт Больше Пусть Они Подумают Второй Коринфином 2.6 Для такого Довольно Сего Наказание От многих Не говорит Толкование Не говорит Для Впадшего В блудодеяние Но для Такого Как и в первом Послании Но там Не хотел Даже Именовать Его А здесь Щадя Его Никогда Не вспоминает О грехе Научая И нас Сочувствовать Находящимся В преткновении Второй Коринфином 2.7 Так что Вам лучше Уже Простить Его И утешить Дабы Он Не был Поглощен Чрезмерною Печалью Толкование Не только Говорит Снимите Запрещение Но и Нечто Большее Даруйте Ему И утешьте Его То есть Возродите Поврачуйте Его Подобно Тому Как Наказавший Кого Либо Не только Отпустил Бы Его Но и Приложил Бы Заботу К Исцелению Его Рам Хорошо Что же Сказал Вам Лучше Простить Ибо Чтобы Он Не подумал Что получает Прощение Как Достаточно Исповедовавшийся И Довольно Покаившийся Показывает Что Он Получает Прощение Не столько За покаяние Сколько По Снисхождению Их Говорит Принять Его Утешить И Уврачевать Дабы Он Не Был Поглощен Как Бы Зверем Каким Или Волнами Или Бурью Или Чтобы От Отчаяния Не Дошел До Само Убийства Как Иуда Или Чтобы Не Сделался Еще Хуже То Есть Не В Состоянии Будучи Переносить Скорби От Чрезмерного Наказания Не Предался Большему Нечестию Заметь Как И Его Обуздывает Чтобы Он Получив Прощение Не Сделался Еще Неродивее Я Говорит Принял Тебя Не Потому Что Ты Совершенно Очистился От Скверны Но Убоявшись Что Ты По Немощи Своей Мог Сделать Чего Нибудь Хуже Заметь И То Что Наказание Следует Назначать Не Только По Свойству Грехов Но И Сообразуясь Со Свойством Духа Согрешивших Ну И Вот Насчет Духа Согрешивших В Православной Церкви Существует Такое Что Человек Куда Ли Например Епитимья Пять лет Сейчас Такое Наверное Не дают Уже Никому И Виде Его Сокрушения Слезы Могут Этот Срок Уменьшить Вот Ну И Здесь Нам Толкователь Говорит Еще Чтобы Не Довести Человека До Отчаяния И Чтобы Он Еще Не Придался Большему Нечести То Еще Должно Быть Разумно Вот Ну А Насчет Вопроса О Почему Смертный Грех Блуд Вот Анжелика Написала Что Двое Станут Одна Плоть Двое Станут Одна Плоть То есть Мысль Такая Отниму Ли членов Христа И сделаю Их Членами Блудницы Да Не Будет То Блуд Приравнивается К Измене Мы же Составляем Одно Тело Церковь Это Тело Христос Глава Получается Измена Самому Христу То То есть Ты Отнимаешь Члены У Христа И делаешь Их Членами Блудницы Да Не Будет Вот Ну А Я Тоже Еще Маловерный Когда был Тоже Задавался Себе Этим Вопросом И Тоже Так же И считал По-мерзки Что А что Действительно Не украл Не убил По-любви По-согласию Вообще Это за грех Не считал Да все Так живут Куда Не ткни Там На Норма В школе Даже Сунивают Над тобой Какой же Ты мужик Вот И стал Рассуждать Дети Которые Ну так Говорят По-мерзки По-залету Их-то Люди Убивают Убивают Вот И получается Уже Смертью Запахло Вот Я так Вот Тогда Рассуждал Почему Это Смертный Грех Действительно А что Вот А детей Это Убивают И вот Как бы Я так Думал Давно Еще Что Господь За вот Этих Убиенных Детей Так Вот Сурово Предупреждая Наказывать Чтобы Не было Этого Детом Убийства Абортов Вот Такие У меня Мысли Давно Тогда Были Тут Дело То Не В абортах Даже Делается Членом Блудницы Но Она Не Блудница Она Честная Хорошая Девушка Как Кураев Говорит Тебе Надо Жену Говорит Иди На Танцплощадку Говорит От Миссионера Да Не могу И будет Матушка Он Пока Миссионер И вправ В грех Она Не Блудница Она Честная Хорошая Комсомолка И уже Пальчил Уверовала И не стали Ждать Ну Не Воздержались То есть Она Не сопротивлялась Он Сильно Ей Понравился Хороший Парень И Она Не Блудница Ну Теперь Кто Они А Его Направил Туда Священник Вот Суть Священник И познакомил С ней И он Приехал Мне Рассказывает Вот Я По Батюшкам А теперь Что Да Ничего Разошлись Как Так Разошлись Ну Ребенок У ней Ну У нее Это У нее А дальше Так Ну Помогают Да Ты Работает Тогда Хорошо Да Как Что Так Ты Христианин Да И Она И Она Христианка Ну Вы Впали Он Честная Блудница Стал Она Христианка Прищищалась И на эту же Неделю Впала С ним Он Такой Парень И не Насильничал Ничего За что Обоим Сразу Смерть За что Я по Человечески Говорю Не по Божественным Законам Просто Отойти Чтобы Понять Почему Так Расценивается Это Они Оба Выпали Из церкви Оба Упали За борт Корабля Образно Сказать Они Ничего Не Сделали Во всей Вселенной Никакого Зла Не Принесли Но Оказывается Где-то Что-то Произошло И Вот Это Что-то Где-то Мы Должны Научиться Мыслить Другими Категориями Неземными По Земному Они Ничего Не Сделали Плохого Раз Такое Случилось Как Некрасов Пишет Они Стоят Уже Под Венцом И Видно У Животик Большой И Он Как Раз Об Этом И Пишет Она Печальная Такая Но Пишет Николай Алексеевич Некрасов Поэт Понятно О чем Речь Идет Так Это Не Сегодня Не Вчера Это Всегда Было Везде И В Ветхом Завете Говорится Если Такое Случилось То Он Должен Взять И Не И Не И И Не 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 Но Это Но Это Считается Грех И Жертву За грех Надо было Приносить А теперь Теперь Оба Они Оба Под Етипедию Теперь Оба Они Уже Поженятся И Пятимья Будет Продолжаться Они Совершили Вот это Саитие Называется Совокупление Саитие И Они Буквально Через Месяц Повенчались Теперь Законный Муж И Жена Но Тот Грех Остается Грех Не Бывает Чтобы Перекрыть Его Чем-то Ну Допустим Человек Где-то Был Убил А я Теперь Буду Добро Делать Или Отдам Органы Кому-то Чтобы Жизнь Воскресить Одно Другим Не Перекрывается Грех Смерть Там Уже Смерть Вот Мне Подали Тут Что-то Правило Святого Василия Великого 26 Тут Ищеркано Блуд Не Есть Брак И Даже Не Начало Брака Вот А Посему Совокупляющийся Посредством Блуда Лучше Есть Разлучати Аще Возможно Аще Ж Всемирно Держатся Сожитию Тогда Примут Эпитимью Блуда Но Да Сожитие Брачном Да Не Горше Что Будет Я Это Все Знаю Я Про Это И Говорю Но За Что Вопрос Встает За Что Мы Сами Задумаемся Или Нет Я Когда Вот Такие Рассуждения Даю Я Никуда Не Ухожу Я Просто Хочу Размышлять Мне Да На Разум Допустим Вот Масоны Масоны Там Особенно Старобрядцы Я Говорю Ладно Масоны Такие Комитет 300 Бильденбергский Клуб Там Они Думают То Другое Но Ты Понимаешь Почему Они Хотят Это Сделать Ты Сначала Пройди Они Хотят Сделать Всемирное Добро Чтоб Не было Воровства Не было Убийства Всех Зачипировать Чтоб Работали Нормально Были Счастливы Не надо Никого Завоевывать Не будет Никакой Что Они Плохого Делают Мы Хотим Это Делать В Своей Квартире Да А В Доме В Подъезде Да А В Городе Ну Это Не Под силу Но Есть Люди Которые В Городе Наводят Порядок Содружество А Они Во Вселенной Хотят Это Сделать Что Плохого Почему Они Слуги Дьявола Я Вхожу Как В В Среду Я Один Из Масонов Меня Приняли Я 14 Лет Этой Темой Занимался Я Не знаю Более Капитального Труда Может и Не Было Никогда Я Уже Мыслю Категориями Масонов Не Не Приберя Во Внимание Христианство Я Еще Могу Доказать Любому Более Талантливого Более Умного Более Любящего Свой Народ Чем Гитлер Не Было На земле Не Мы-то знаем Что Это Все Не Учитывая Евангелие А Если Рассудить По Евангелию Сатана Был В образе Человека Дьявол Преступник Человек Убийца Но Всего Та Стороны Весь Народ Любил Его Клялся Больше Половины Женщин Желали От него Ребенка Иметь Вот Когда Мы Научимся Мыслить С той Стороны И Потом Почему Бог Это Ненавидит Вот Тогда Мы В полноте Поймем Какие Мы Сами Из Себя Что Мы Представляем Это Необходимо Знать И Тогда Не Надо Будет Прятаться За Кустик Я Услышал Голос Господа Ходящего Рови Спрятался Мы Когда Слышим Что То Из Библии Говорят Прятаться Начинаем За Свои Вымосы Это Не Важно Это Не Нужно Ну Не Нужно Так И Продолжай Жить А Я Считаю Рассуждение Полезное Мы Должны Научиться Мыслить Категориями И Падшего И Тот Который Масоны И Главное Категориями Божественного Писания То есть Бога И Тогда Мы Поймем Почему Именно Бог Это Ненавидит Так И Почему 20 Мытарств И Пьянство И Злословие И Прочее На Блуде Погибает Больше Чем На 19 Остальных Таможнях Это Таможни Мытарства Называется Мытнисы Вот Тогда Мы Действительно Откроем Разум Для Разумения Соломон До этого Доходил Все Я Просто Для размышления Даю Я Еще Никого Не Нашел Кто Был Поддержать Этот Разговор Никого Да Я Не Думал Да Мне Это Не Надо То Он Спасенный А Я Не Спасенный Я Об Это Думаю Я Заглядывал В окнах Масонам Когда Меня Мимо Их Храма Везли Я Остановился Но Никого Не Было В Америке Вот Тогда Мы Будем Найдем Доступ Каждой Душе Когда Я Знаю Как Он Мыслит То Я Как Он Вот Тогда Понятно Будет В Тебе Заговорит Дух Божий Открой Тайны Сердца И Ты Увидишь Где Какое Лекарство Пластырь Вопросы Еще Есть Можно Да Вопрос О жертве Игнатию Тихоновичу О жертве Давайте Через 15 Минут Пока У нас Час Идет По Писанию Потом Хорошо Хорошо Второе Послание Коринфинам Вторая Глава Восьмой Стих И Потому Прошу Вас Оказать Ему Любовь Алкование Не Приказывает Уже Как Учитель Но Как Защитник Просит Судей Оказать Ему Любовь То Есть С Крепкой Любовью А не Просто И Как Случилось Принять Его Показывает Также И И Их Добродетель Ибо Те Самые Которые Прежде Так Любили Человека Что Гордились Им Теперь По Причине Его Греха Возымели К Нему Такое Отвращение Что Сам Павел Ходотайствует За Него Второе Коринфянам 2.9 Ибо Я для Того Кому Это Написано Околять Любовь Чего Тебе Говоришь Луднику Ну Раскаившемуся Второе Коринфянам 2.9 Ибо Я Для Того И Писал Чтобы Узнать На Опыте Во Всем Ливы Послушны Толкование Устрашает Их Чтобы Опасаясь Осуждения В неповиновении Охотнее Оказали Человеку Снисхождение Я Для Того И Писал Чтобы Узнать На Опыте Вашу Добродетель Повиновения Так Так Жили Окажете Вы Мне Повиновение Теперь Когда Его Следует Утешить Как Оказали Он И Тогда Когда Я Наказал Его И Вот Такой Смысл Слов Во Всем Ливы Послушны Хотя Он Писал Не Для Того Не Для Этого Но И 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 Согрешившего Однако Говорит Для Того Чтобы Тем Более Расположить Их В Пользу Виновного Вопрос Я Сказать Хочу Сережа То Что Тут Павел Рассматривает Вариант Когда Он Здесь Стоит На Глазах Или При Дверях И Плачет У Нас Такой Случай Был В Общине Один Вот Такое Совершилось У него И Он Ушел К Баптистам После Ушел Еще Куда Не Известно Куда И Всякие Пакости Говорит Любыми Путями Навредить Какое Ему Снисхождение В чем Павел Говорит О благоприятном Случае Как Вот Есть Рассказ Судьба Человека Об Андрея Соколове О Михаила Александровича Шолохова Ну Взял Он Из плена Вернулся Конечно Важного Начальника Возил Огрел Его Гирькой И Машину Перегнал У него Документы С собой И тут Он К начальству И Прощу Атакты Которые Были Принуты Все Шли В гулаг Сталин Сказал Пленных Нет Есть Предатели Единственное Что Он Предлагал Чтобы Закончили Жизнь Самоубийством Так Вот Это Когда Все Начинаешь Смотреть Что Получается Мы Вообще И грехи Я тогда не понимаю Почему Кто-то берет Такой Щадящий Режим Он Согрешил Да Теперь Каждый День Видит И Начинает Скорбеть Это Очень Даже Понятно Вот У нас Такие Были Я не знаю За что Но видно Год Два Три Стоит Все Еще В Притворе Ну Что-то Серьезное Ну Не буду Я Где-то Спрашивать Понятно И К нему Уже Такое Схождение И Привет И Все Вот А вы Мне Окажите Вот Эту Любовь А Сам Находится Не В Православии И Поносит Все Православие Все Топщет И Клевещет Страшно Как То есть Это Сюда Не Входит В Это Прохрустного Ложа Этот Скелет Не Затолкать А то Что Понятно Второе Коринфянам 2.10 А Кого Вы В чем Прощаете Того И Я Ибо И Я Если В чем Простил Кого Простил Для Вас От Лица Христова Толкование Этим Смягчает Несогласие И Упорство По Которому Они Могли Бы Не Оказать Человеку С Нисхождение Ибо Здесь Представляет Их Источником Его Прощение О Себя Соглашающимся С ними Чтобы Они Не Подумали Что Прощение Предоставлено Их Власти И Вследствие Того Не Пренебрегли Прощением Человека Показывает Что Он Уже Даровал Ему Оно Чтобы Они Не Могли Воспотивиться Ему А Чтобы Они Не Оскорбились Как Пренебрегаемые Говорит Для Вас Даровал Ему Я Прощение Ибо Я Знал Что Вы Будете Согласны Со Мной Затем Чтобы Не Показалось Что Он Простил Его Для Людей Присовокупил От Лица Христова То Есть Простил По Воле Божией Пред Лицем Христа И Как Бы По Его Повелению Как Представляющий Его Лице Или Во Славу Христа Ибо Если Прощение Совершается Во Славу Христа То Как Не Простить Согрешившего Чтобы Прославился Христос Вопросы Второй Коринфянам 2 11 Чтобы Не Сделал Нам Ущерба Сатана Ибо Нам Не Безызвестны Его Умыслы Толкование Чтобы Говорит Не Было Общего Вреда И Чтобы Не Умолилось Число Стада Христова Прекрасно Назвал Он Это Дело Обидой Ибо Дьявол Не Только Принадлежащее Ему Берет Но И Наше Похищает Преимущественно Вследствие Нашего Же Поведения То есть По причине Неумеренно Налагаемого Покаяния Поэтому Коварство И Обман Дьявола Назвал Умыслами Его И Упомянул О том Как Он Губит Под Видом Благочестия Ибо Он Ввергает В погибель Не Только Тем Что Вовлекает В Блудодеяние Но И Безмерной Печалью Как Же Не Обида Это Когда Он Уловляет Нас Через Нас Же Самих Вопросы Вот здесь Немножко Непонятно То есть Об отчаянии Здесь идет Речь Я так понимаю То есть Человек Сблудил Кается Это Даже То есть По причине Неумеренного Налагаемого Покаяния То значит То есть Большую Эпитемию Ему Назначают Длинную Или Что Имеется Ввиду Непонятно Игнать Тихонич О чем Презрение Всех У евреев Было Так Это проклятие Называется Хелем И Если Этот человек Желает Вернуться Против Какого-то Преступления Уже Он Стал Преступлением То Он Должен Был Ложиться На порог Там Или возле Порога Когда Входит Синагогу И Каждый Обязан Был Плюнуть На него И Перешагнуть Через него И только После этого Можно было С ним Разговаривать Ну В Японии Ну а теперь Видит Что Они С ними Разговаривают Его Плюются Около Него Может быть И Он Опечалился Головы Не Поднимают Смотрите Чтобы Не Повесился От Горя Тут Толкования Там Даются И Павел Говорит Я его Простил Теперь Примите Эпитемии Еще Не Было Церковь Еще Ничего Не Установила Не Было Не Знали Это Все Придет Много Позже Которое Сейчас Мы Называем Норма Это Все Пришло В Четвертом Веке Понятно Благодарю Аллилуйя Второе Коринфянам Вторая Глава 12 13 Стив Придя В Троаду Для Благовествования О Христе Хотя Мне И Отверство Была Дверь Господа Я Не Имел Покоя Духу Моему Потому Что Не Нашел Там Брата Моего И Та Но Простившись С Ними Я Пошел В Македонию Толкование Выше Упомянул О скорби Бывшей С ним В Асии И Показал Как Освободился От Нее Теперь Опять Извещает Что Опечален И Другим Тем Что Не Нашел Титар Ибо Когда Нет Утешителя Становится Тяжелее Итак Зачем Вы Обвиняете Меня В Медлительности Когда Я Испытывал Столько Бедствий Которые Не Дозволяют Нам Ходить По Своей Воле Говорит Что Отправился В Трааду Не без Намерения Но Для Благовествования То есть Для того Чтобы Проповедовать Почему Почему Ты Хотя Проповедовал Но Недолго Потому Что Не Нашел Титар Не Имел Покоря Духу Моему То есть Печалился Скорбел По Причине Его Отсутствие Уже Ли По Этому Ты Оставил Дело Божие Не По Этому Но Потому Что Вследствие Его Отсутствие Дело Проповеди Встречало Препятствие Ибо Павел Сильно Желал Проповедовать Но Препятствовало Отсутствие Тита Который Много Помогал Ему Когда Находился С ним Не Был Там Долгое Время По Причине Затруднительных Обстоятельств Ибо Хотя Ответ Была Великая Дверь То есть Много Было Дела Но За Отсутствием Помощника Оно Встретило Препятствие И на слова Блаженного Филакта О том Что Павел Сильно Желал Проповедовать Игнатий Тихонович Дает Комментарий Почему Сегодня Во всех Отчетах О поездке Патриарха Или Архиереев Говорят Только О богослужении Литургии И Ни одной Обличительной Проповеди Против Тех Кто Стоит Перед Ними Кто Разворовал Страну Кто Еще Вчера Был Гонителем И Разрушителем Слово Проповедь Сегодня Как Инородное Слово В лексиконе Православных Да и Проповедовать Вовсе Не означает Что-то Прочитать По бумажке Как Ленивому Школьнику По шпаргалке Почему С таким Пустым Сердцем И разумом Пастыри Бестыдно Входят Перед Народом Выходят Они Вообще Не желают Доносить Слово Божие Через Живую Проповедь Народу Слово Проповедь Это Изгой Будто Чья-то Выдумка Из Первых Веков Вопросы Жатвы Много А делателей Мало Вот и Помощника Не было И уже Обстоятельство Так случилось Что дело Божие Под угрозой Вот Ну у нас Слава Богу Мы сегодня Большим составом Вышли В воскресный день Полная машина Народу Пять человек Ну и беседы Такие были Хорошие Второе Коринфянам 2 14 Но Благодарение Богу Который Всегда Дает Нам Пожертвовать Во Христе И Благовухание Познание О себе Распространяет Нами Во всяком Месте Полкование Торжествовать Правильно Прочитай Торжествовать Ударение Народу Ударжествовать Еще раз Прочту Но Благодарение Богу Который Всегда Дает Нам Торжествовать Во Христе И Благовухание Познание О себе Распространяет Нами Во всяком Месте Полкование Так как Упомянуло Многих Скорбях О скорби Васи О скорби В Трааде О скорби От того Что Не пришел К ним То Что бы Не показалось Что он Перечисляет Скорби С печалью Говорит Благодарение Богу Который Всегда Дает Нам Торжествовать То есть Делающим У нас Славными Ибо Триумфом Называется Шествие Царя Или Полководца По городу С победой И трофеями И нас В победе Над дьяволом Бог Делает Славными Потому Что то Что Кажется Бесчестен Составляет Нашу Славу Ибо Тогда Падает Дьявол Все же Это бывает Во Христе То есть То есть Мира Но Благодарение Его Ибо Настоящее Познание Не совсем Ясно Но Как бы Сквозь Тусклое Стекло Гадательно Первое Коринфянам 13-12 Итак Подобно Тому Как Кто-нибудь Обоняя Благовухания Знает Что Где-то Находится Мира А Какого Оно По сущности Не знает Так И мы Знаем Что Есть Бог А Кто Он По сущности Не знаем Итак Мы Подобны Кодильнице Царской И Куда Не приходим Приносим Благовухание Духовного Мира То есть Богопознание Посему Сказав Выше Что Всегда Торжествуем Теперь Говорит Мы Во всяком Месте Сообщаем Благовухание Людям Ибо Всякое Место И Время Полны Нашими Наставлениями Итак Должно Мужественно Терпеть Поскольку И ныне Еще До получения Грядущих Благ Прославляемся До Такой Степени Вопросы Вопросы Хоть В двух словах Скажите Угнать Скажите Ужелика Не Понимает О чем Что Сказать Вообще Ничего Не Поняла Начало Маленько Поняла Потом Все Уже Уже Я Не Не Знаю О чем Говорит Если Непонятно Надо Заново Будет Прослушать Это У нас Будет Ролик И Заново Прослушивать Мы Заново Урок Повторить Не Можем Конкретно Что То Если Совсем Не Понимаете Дело Худо Начинать Сначала Надо Надо Считать Евангелие Просить Бога Чтобы Открыл Ум Ко Разумение Писания Христос Так Сказал Что Открыть Ум Отверстие Отверстие Ну Теня Его Слушаю Там Как-то Посвободнее Он Объясняет Можно Как-то Понять А Вот Это Чего Толкование Вообще Не Жил На Одиннадцатом Веке Жил Это Самое Популярное Толкование Нового Завета Я Не Знаю Что Тут Непонятно Если Просто Спрашивать Надо Какое-то Место Или Слово Какое-то А Ничего Непонятно Я Не знаю Как И Отвечать Не на Что Тогда Ладно Будем Внимательнее Слушать Ну Да Отмечать Что Непонятно Да Вопросы Здравствуйте Меня Слышно Да Здравствуйте Отцы И Сестры Я Хотел Спросить Про Дух Наверное Духа Благодати Надо Набраться В церкви Чтобы Понимать Писание Да Или Как Потому Что Я Раньше Понимал Временами Понимаю А Потом Бывает Что Не Понимаю Это Надо В церковь Ходить Чаще Хотел Вот Сестре Посоветовать Это Совет Или Вопрос А Вопрос Мой Вот Про Сущность Как Как Понимать Сущность Бога Или Вообще Как Познавать Или Понимать Наверное Надо Читать Или Вот Вот Такой У меня Разговор В общем Простите Меня Грешного Знаете Конечно Отвечайте Мы можем Знать О Боге Только то Что написано В Святой Библии Больше Мы ниоткуда Ничего Не можем Узнавать Мы узнаваем Что Бог Благ То есть Добр Притом Когда люди Имеют в себе Доброту Они получают Ее от Бога Писание Говорит Всякое Доброе Даяние От Отца Светов Не Само По себе Если мы говорим Человек Говорит Правду Истину То это Истина От кого-то От Христа Он есть Истина Путь И жизнь 14 Евангелия Теана Он называется Самосущественная Истина Самосущественная Любовь Мы же Получаем От него Свет Светила Галактики Как угодно Понимай Но свет Единственный Пришел свет В мир Это Христос А от него Все остальное Есть хорошее Выражение Мартина Лютера Протестанта Он говорит В мире Есть одна книга Библия И одна Личность Тире Христос То есть Все остальное Исходит из этого Мы должны Отдать ему Не нам Не нам Господи На имени Твоему Будешь А чего Будешь Понимать Церковь Об этом Не заботиться Чтобы понимали Главное Что пришел Отстоял Понимать Это значит Считать Книжная Мудрость Должна быть А вот для этого Толкование Нужно Которое Нам дает Святая Православная Церковь Вот то Что мы Изучаем Это у нас Трехтомник Вышел С откровением Вместе По всем Святым Отцам Ну и тут Я еще даю Комментарии Это мое Издание Комментарии Относительно Проповеди И любви К Слову Божию Я ничего Не толкую А усиливаю Бывает Сказали Так Я дальше Беру Кирилл Русалимский Добавляю Серафим Старовский Сказал Что об этом Ян Кронштадтский Это Комментарий Такой То есть Они как бы Расширяют Это событие Это уже Тысячелетней давности Примеров Они много Говорят Вот только Я что делаю И поэтому Обвинять меня Что я что то толкую А где Нигде К толкованию Даже не прикоснулся А которое Дается комментарий Оно отчеркнуто Указано Стоят буквы И кроме того Другим шрифтом Даже написано Другим шрифтом Совсем Ну Просто я Не то что оправдываюсь Еще оправдывается Я говорю Кто считает Чтобы он разумел И Знание дается От того Что ты учишься Участь Молись Не в храме В храме Ты ничему Не научишься Даже если Там и проповедь Идет Он определенную Тему берет И расширяет ее Ну и все А тут то мы Сколько захватили Сегодня Это Вот он берет Но он не сам толкует Он берет Святых отцов Которые были до него Он Болгарский архиепископ Грек Был Но Больше всего Он склоняется К творениям Святого отца нашего Иоанна Златоустова Он сам Микрофон выключи У тебя шумит Ага Да Да Отключи и слушай Если вопросов больше нет А то Вот весь ответ Читать надо Читать толкование И молиться Если не можешь считать Мы выставляем На нашем Ютубе Посмотрите Толкование Которое дается Мы его все Сейчас озвучиваем И там видно Какая глава Какой стих Вот то что мы проходим Это уже у нас озвучено Уже выставлено На Каринфина И ты можешь сидеть там Заниматься рукоделием Каким-то шить Стряпать Вводиться с ребятишками Ну мало ли что И одновременно слушать Это очень выгодно Очень выгодно Во-первых Не заснешь Ты шевелишься Как доктор Елизаров Говорил об этом Я почему Говорит не сплю ночью-то Днем преподаю Судеб Простите еще раз Это где можно слушать На нашем ютубе Канале Зарядите В ютубе канал Открытым оком Во свете Библии Название Запишите по-русски Открытым оком Во свете Библии Игнатий Лапкин И сразу выйдите на него Спасибо Ну а дальше уже смотрите Там листайте Выйдите там Плейлисты есть Вот о чем говорим Это в папке Благовестия Папка как Плейлист называется То есть И игровая страница Плей игра Значит алист Страница И там вы найдете Это все И Начитываем на два голоса Я еще больше Кое-где расширяю Это очень выгодно Ну допустим Библию Я насчитал Библию Она у меня стоит Ее многие скачивают И едут дорогой Слушают Ты едешь в машине Ты одновременно и слушаешь Это очень выгодно И не задремлешь И с тобой попутчики Зря не разговаривают Пустых слов нету Ни смеха никакого Серьезно все Вот это хорошо Вот в монастырях Когда обедают В это время Один из послушников Считает Жития святых А у меня Жития святых Все 12 томов Начитаны На нашем сайте Уже на ютубе А сайт Тоже во свете Библии Сайт православный И там все Все до одного Жития 12 томов 12 томов Златоуста Мной начитаны 5 томов Добротолюбия То есть высшая Философия мира Как бы сказать 50 книг Я насчитал По милости Божией В те годы За это преследовали Худо как Там все таки Сохранилось Мы оцифровали И выставили Слушать вполне можно Ну еще спрашиваю Да Еще вопросы Игнать Пократим У Елены Ефимовой Был вопрос Давай Сейчас Вот Игнатий Тихонович Вот вопрос О жертве Вот говорят Возмездие За грех смерть Да То есть Должна быть Принесена жертва Совершено Жертвоприношение Вот когда Впервые Это случилось В истории человека И кто научил Этому Показал Вообще Как это Где это было Это же Как же Священодействие Вы говорили Не о священодействии А о понятии Греха Это первое Чтобы в раю Вступил человек И Господь предупредил Если вкусите Смертью умрете То есть А какой там грех Сорвало плод один Как говорят Яблоко Но не яблоко Там ничего не было Особого Но вопрос Мы можем поставить Господи Ну что это за грех Ну ребенок Бывает в сад Залезет Там сучки обломает Ну это один плод Один на двоих И что Они умерли И за этот грех Умерло на земле Еще 100 миллиардов людей Вдумайтесь в это А сегодня Только 7 миллиардов На земле 100 И поэтому У Бога другая мерка И нам не надо Говорить ничего Мы должны просто Благоговейно Склонить голову И заплакать Что Бог сделал Я вот сегодня Причастник Причащался в церкви Особое настроение Благодарности Богу За его жертву Нет Просто когда она В первый раз Была совершена Жертва Там же Приносили животное В жертву Кто показал Адаму Есть такое мнение Что сам Бог В раю Впервые Совершил Вот это Жертвоприношение И после этого Адам был изгнан Из рая Стал священником То есть там написано В дни что Это рассуждение Это рассуждение Одни только Бог совершил Принес Нигде об этом Намека нет Они так думают Да можно что угодно думать Бог дал им Одежду Прикрыть тело Вот это было Кожаную Никакого жертвоприношения Там не было Первое убийство Животного Вместо Смоковных листьев Ну просто Одежда там Была из кожи Откуда она взялась Вот я Это как бы Подумала что Может быть он показал Козла или Овечку там Кого он убил И дал Все Ни о какой жертве Разговора даже нет Мы не будем Добавлять Чего в Библии нет Говорят А то мне рассуждайте Иначе конца не будет Этим рассуждением Нам достаточно Что Адам нуждался в одежде В фабрики Ни о какой жертве Ни о какой жертве Не говорится Все остальное Выдумка Спасибо Христос Слава Иисусу Еще вопросы Пожалуйста Давайте Сергей Можно вопрос Игнатий Подумайте Мы скверняем Этот храм Так Вот видите Уже один ответ Дан Если у нас Допустим Несколько будет Да Человек Вот я читала Юлию Вознесенскую Она видимо Гуховный Все таки Человек была Она писала Ну вот там По смертной странствии Она сказала Там Ну как бы Знаете Это конечно Все выдумка Но когда она пришла На мытарство Там ее отправили У нее любовники были И Как бы Человек она Да И на ней Вот эти ее любовники Все кучей То есть Одно тело Пришло Змеиный клубок Пришел Я говорю так Что по согласию По согласию Даже в мире Они к церкви Не относятся Но они по согласию Все это сделали Одно Перекидом Чтобы нам было понятно Верующие двое Встречались И Вот такой грех случился Почему Столь строго Когда никому Вреда не нанесена Никому Ребенка Они убивать не думают Не думают жить вместе Они женились И живут хорошо Но однако Смертный грех Уже за плечами Почему Вот с позиции Божественной Понять Не церковной Церковная Понятно Мой храм Канон есть Его по боку И все на этом кончилось Но почему Со стороны Бога Это рассматривается Так Так сурово Что блуд Смертный грех Считается Хотя там Можно Можно Я когда Жил мирской жизнью Значит И было у меня Значит Общение Среди таких же Неверующих И Когда задавал вопрос Что тебе легче бросить Пить Курить Наркотики Или блудить Все говорили Что блудить Само тяжело Бросить То есть Это очень сильная Страсть От которой Помрачается разум То есть Люди только об этом думают Одна Вторая Третья То есть На каждый вечер новая И это чем дальше Тем Все затягивает Хуже наркомания Поэтому Я думаю Что это Пьянство И там И все остальное Это еще По сравнению с блудом Людей меньше Прельщает Так Я вас прошу А кто заложил Человеку Эта страсть От кого она От дьявола Или от Бога От дьявола От дьявола Но тоже второй вопрос Ко всем От кого Эта страсть От Бога Или от дьявола А чтобы вам Было понятно Я теперь скажу Немножко Если по закону Все смотреть Мужчина Своокупляется С женщиной И семя свое Говорит Опускает в ее утробу Это в землю И семя дает плод И вот Только она Сказала Что у ней Прекратилось Месячно Это означает Она забеременела Все Муж уже не должен К ней прикасаться Почему На поле Где взошли Уже всходы Еще нет колоса Но уже Дважды не сеется Вообще Объяснение правильное Но Ему надо уже На собой смотреть Нельзя Дальше Раз она беременная Нельзя Она рожает Нельзя Пока кормит грудью Добавь еще Девять месяцев И Кормили Три года А всего Ты имел общение Может пять минут Так вот Если бы не было Вот этого Вожделения Страсти Кто бы пошел На это Тем более Еще неизвестно Кто он Может родиться Какой нибудь Дебильный Олигофрен И то что С ним всю жизнь Будешь мучиться А он рот закрыть Не может И дульки Ноги у него Скорченные И вот Если бы не заложено Было А уже Браю Было заложено И ты будешь Иметь влечение К нему О ней Говорится А мужчина Так глядя на нее Что она во влечении И он к ней Располагается Располагается Ход ходит Нормально Ну вот кошка У меня Зачечковала У меня кошки И она ходит И помаленьку Мощится И кричит И видно Как у нее По коже Волнами идет Судорога И она рот Даже не раскрывает Ааа Непрерывно Кричит Это не ее голос Это в нее заложено Но человек Может этим руководить Это и собаки Она течкует Все к обе лицу Масходят Она дает это Это заложено Не дьяволом Богом Для распространения Продолжения жизни А вот Когда делают Вопреки закону Тогда дьявол Это страсть А дьявол Я имел ввиду Я имел ввиду Вопреки закону Когда ты Когда ты не знаешь Я вот так Для себя ответил Что если есть Страх Божий То ты удерживаешь И не смотришь На женщину И от глаза Уберешь И борешься С этой страстью Никогда там В пост это не нарушишь То есть ты начинаешь Над собой работать Но если ты не с Богом Ты страха Божия Не имеешь Ты все нарушаешь Так вы не расслышали Что я сказал Внимательно слушайте Я перейду на другое Гнев человека Заложен от Бога Или от дьявола Гнев Вы должны всегда говорить Четко и ясно Священным Писанием Бог вложил в человека Гнев Говорит Иоанн Златоуст Иисус воздрел С гневом На них Скорбя Божьи защищение Сердца Их 3-5 Луки считаем Почему С гневом Гнев заложен в человека Но куда он его направит Так и тяга К женщины Женщины к мужу Для того Определенная цель А не для того Чтобы только Как обезьяны Резвиться И совокупляться Как парижане Как говорит Лев Толстой Тут надо До конца Договорить Я не говорю О том Что надо Бороться Там не бороться Вот эта самая Тяга Она у ребенка У маленького У маленького У уже заложена Маленького Еще в первый класс Не ходит А он уже влюбляется Из-за чего В человеке Заложено От рождения Это Но теперь Куда направить Вот теперь Это и смотри Теперь молись Богу Давид От Бога был Ну что же Не Давид Давид Это от Бога И что 10 жен Достаточно Нет Увидал красавицу В Версавию И дальше Еще стучилось Привели Ищерева растет А дальше Убил и мужа Почему Вот эта страсть Которую надо было Потушить А то что 10 было жен Разрешалось И они У него были беременны Это было Нормальное состояние Нормальное Ветхозаветнее Божье и дьявольское Нужно резко Разделить Вот у нас Росла конопля И мак Я помню В огороде Мы рвали Убирали И чтобы Какие-то там Наркотические Никто не знал Мы коноплю Толкли в ступке Из нее Помакуху делали Ну во время поста Мак точно так же В ступке Толчешь Пока он плитками Оттуда не полезет Это Очень вкусно было А сегодня Проверяют и везде Коноплю Уничтожают И там в ней Даже ничего нет Наркотического Это Из него Такое крепкое полотно Извращенный мир И по нему равняться Мы не можем Мак не для этого сотворен И конопля Она очень полезная Из нее ткань делают И Ну и прочее там Мох между бревнами Закладывают Веревки вьют А дьявол Видишь куда Использует Колит себя Это уже от дьявола Отцов Передист сказал Чем занимается Это от Бога Да Ну получается Что просто Если нет ответственности Перед избранницей То есть Ты не делаешь ее женой Ты не имеешь ограды То есть Ты знаешь Это жена Венчание Ты знаешь Что наказание будет За там Прелюбодение Или блуд И ты Уже оттуда Вы не отходишь То есть Даже несмотря Если где-то Как говорится У тебя Эта мысль Может пробежать То ты сразу Секешь И Из-за того Что Бог Тебе дал закон Тебе так поступать нельзя Ты не нарушаешь его Но что ты нарушаешь Вот поэтому Из-за прелюбодения И грех считается Или заблуд То есть Наказание от Бога В миру За это не наказывают В миру Нет такого наказания Они по согласию Сошлись Он у нее и ночует Ни в одном государстве Закона нету Ни советские законы Ни демократические Ни фашистские Не судят за это Почему Бог Это же самое Судит смертно Я вот какой вопрос Задаю Не обращаясь к церкви Не обращаясь к Библии Просто По совести Бог Почему Но потому что Страсть перерастает Страстью считается Ладно Лучше останьте подумать Пока не думали Видно что говорите Спешите Оставьте хотя бы на месяц Подумайте Мы должны В замыслы Божии Войти здесь Я говорю не о церкви Говорю что Это не судит Человеческий закон Нигде И совесть не судит Они в любви Сплетаются И не думает Он бросать ее Но сделали это Без благословения Родителей И даже Церкви нет никакой И это уже осуждается И никакого брака Не было Осуждается Но это по человечески По Божью Почему оно так выглядит Бог Как в этом усматривает Такой смерть Это грех Когда сам же И заложил Человека Есть такой фильм Я не знаю кто смотрел Нет Адвокат дьявола И там дьявол Вот это все говорит Что Бог дал Это дает намек То есть Мы должны проникнуться Этой мыслью И тогда будет понятно Почему потоп пришел Почему Бог разрушил башню За этим слишком много стоит Мы поймем тогда Направление мысли Божьей Мыслить категориями Священного Писания Как говорится Пока только думать Я вопрос дал Ну и Пускай он будет На молитве где-то поднят Или между собой порассуждайте Сегодня на это Не надо говорить Потому что Время не было Даже подумать Еще вопросы Пожалуйста А можно мне задать вопрос Про благовестие Про раздачу Евангелия Вячеслав Вас сегодня У нас на собрании Поминал Виктор Андреевич Сильно восхвалял вас Да за что меня восхвалять Ну что такой хороший парень В Москве Вячеслав Вячеслав Ткачев Ревностный Там с Дмитрием Они как там были Беседовали Ну то есть Очень возвышенно Мне это было Очень приятно слышать Не скрою Я вас знаю Ну ладно Вопрос уже Игнать Тихонович Ответил Наверное Твой Я думаю Нет Если мы говорили Уже ответили Смотри ролики Нет Я другое хотел Может быть Вы Дослушайте Сначала Дело о благовестии Вот Я хожу Раздаю Евангелие Вы тоже ходите Он про это и говорил Вячеслав Он про это и говорил Что вы обратились К священнику Тоткий епископ И вам не дали Грамоту Которая защищала бы вас По закону яровой Об этом Ну да Ну так вот Я уже ответил Дождитесь Когда выйдет это Не буду время тратить Ну только На священника Ничего пока не говорите Не думайте Собирайтесь сами По домам Изучайте И идите страдать Вам бумага не нужна Я тоже так думаю Спасибо, Христос Вот видишь Молодец Я полностью Все это ответил Виктору Андреевичу Как бы вам Опережайте Как всегда С ответом Прежде чем Вопрос был задан Вы уже ответили Действительно Да Это Бог так сделал Мне всегда Об этом говорят Да А можно Другой вопрос Тогда задам А знаете Это Благодать Божия Там про одного Святого говорят Ему письма приходили Он говорит Не распечатывал их А кому-то сказал Говорит Ответь вот это И все То есть Бог открывает А он знает сам Он не знает Бог просто открывает И все Мне одна написала У нас шестнадцатый Пятнадцатый том Открытым оком Я попросил Чтобы люди Ходящие На занятия В университете Когда я там вел И в общину Как пришли в общину Как уверовали И восемьдесят четыре Человека откликнулись И одна студентка И говорит Ну она везде там ходила И кришнаи Там И церковь была И случайно И случайно в автобусе Услышала разговор Двух женщин Они с занятий С наших возвращались И они ей сказали Откуда этот разговор И что есть Вот такие занятия И она пришла И она пришла И дальше О чем она пишет Вот она зашла Говорит В двери только Университет 410-я аудитория Вы говорит На меня взглянули Я слышала Что вы говорили Там допустим Об это время Об иконах И вдруг перестали говорить Взглянули на меня А впереди Говорит Скамейка У скамейки Стол Парта А у первой скамейки Столов нету Их куда-то убрали Ну Аудитория Аудитория Студенческая Посмотрели на меня И стали отвечать На мои вопросы Семь вопросов В том порядке В котором Они у меня были Которые никто Не ответил Я понятия Никакого не имел Я просто Почувствовал Что люди Нуждаются в этом Оказывается Не люди нуждаются А она Одна Понимаете Вот Когда практика жизни Ее ничем нельзя Заменить Практику Вот я в коридор вышел Подходит женщина В черном одетая Вся В университете А вы знаете Кто мы Я говорю Нет Мы пришли Чтобы разрушить Ваши занятия Мы такую силу Имеем в себе Хорошо Вызов принят Я понял Перчатка брошена Только занятия Начинаю Я сразу Обратился К слушателям К нам приходят люди Которые желают Разрушить занятия Так встанем Помолимся Вы посмотрели Что с ними было Вот как будто Мы на раскаленную Сковороду И бросили Мать с дочерью Пришли Они занимаются Ведичеством Там Изыществом Колдовством Их как ветром Вымыло Все Больше ни разу Не пришли Сила огня Духа Святого Попалило Все И они ничего не знают Как та Которая провещала Эти люди Возвещают Путь спасения Человек Сам не знает И поэтому Не гордиться Ничего нет Это гордость Превозношение Какая гордость Я обязан сказать Как Павел Рассказывает Сегодня Такие мертвящие Разное Послание Посылает архиерея А почему Он не участник Ему кто-то составляет Там из семинаристов А Павел Говорит прямо Я был там Меня били Меня заключили Ни один архиерей Это он написать Не может Они другие Я когда у меня Презентация книг Была в университете Первые 8 книг И выступил Проректор По учебной связи Он как раз это подметил Когда пишут писатели Говорят Они лукавят Я с ними познакомлюсь Он совсем не такой Он говорит А у Лапкина Вот как он говорит Такой он и есть Мы близко были знакомы Он читает У него книги Говорит У меня есть Я приобрел их Вот почему Потому что я не умею Не сокращать Вот ролики делать Вот как и говорю Так и есть Если кто со мной воюет Меня голыми руками Можно брать 6700 роликов Вообрази 41 книга Тома Да что же меня не брать Там о чем только не сказано И выступление патриарха Разбирает И притом нелестно Так что Мы не на равных А тут попадает У него даже имени нету И фотографии никакой нету Ники Аватары То есть Ничего нету Я отвечать не знаю кому А он что попало Там говорит Поносит Всячески А я его не могу Даже осадить Потому что у него Ничего нету Я бы хоть У меня 3467 стихотворений По 9 куплетов Да то одно это Можем меня задавить сразу Так что Я благодарен Богу За все Уязвимость моя Говорит о том Что я полагаюсь на Бога И Бог меня защищает Мои труды Книги брали в разные Сцензорские отделы Дворки он отдал И отдали Киево-Печаево-Печорские лавры Чтобы найти компромат И по сегодняшний день Ни одного слова Никто не написал Никто Вот и ответ Я спрашиваю Почему А мне ответили А что они Самоубийцы разве Достойно и всякого истину Блажитесь А Благородицу Присоблаженную И пренеборочную И Матерь Бога Наши дочь Чистнейшую Херубим И славнейшую Бесправнение Астерохим Безысление Бога Слово Рушую Сущую Благородицу Тя величие На Тихончик Молитесь Отец наш Небесный Любящий Создатель Мы предстали В этот час Перед Твоим Величием И просим Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Спасителя нашего Услышь и ответь На нашу молитву Мы благодарим Тебя за воскресный День Напоминающий О Твоей победе Над смертью Благослови нас Всех Чтобы мы с радостью Исполняли Заповеди Твои И с торжеством Встретили Христову Пасху Посети Болящих Одиноких Покинутых Томящихся В узах За слово Твои пытаемых Облегчи их Страдания И прими В обители Твои вечные И распусти Нас с миром Тебе, Господи Боже Слава за все Вовеки Отец Сын И Святой Дух Аминь Спасибо, Христос Спасибо, Христос Слава, Иисусу Следующее занятие Будет в среду В это же время Слава, Иисусу